По типовому проекту, но со своей изюминкой. В Туле полным ходом идет строительство Суворовского училища. Через два месяца после закладки камня масштабный объект готов наполовину. На стройке в три смены трудятся более тысячи рабочих. Сроки сжатые, но все обещают сделать срок. Уже 1 сентября за парты Тульского Суворовского училища сядут 240 кадетов. Вступительные испытания для них начнутся завтра, а сегодня ход строительства оценил заместитель министра обороны Тимур Иванов и глава региона Алексей Дюмин, инициатор возрождения Суворовского училища в Туле. О грандиозной стройке Екатерина Старцева. Небольшое одноэтажное здание. Один из двух КПП будущего Суворовского военного училища. Оделка здесь закончена, коммуникации подведены. С порога этого здания для будущих кадетов уже в сентябре начнется новая жизнь. Совсем рядом продолжает кипеть работа. Строители в три смены с нуля возводят уникальный комплекс зданий Тульского Суворовского училища. Что уже сделано и что осталось, ход работы ценить на место приезжают заместители министра обороны России Тимур Иванов и глава региона Алексей Дюмин. На этой неделе мононалитные работы будут завершены. Приступили уже к отделочным работам. Позже хотели вам предоставить образцы отделки. Трехэтажный учебный корпус с библиотекой, читальным залом, столовой. Его еще строят. Но на первом этаже можно увидеть, как будут выглядеть коридоры учебной классы. Строители предлагают новую концепцию отделки. Решили отойти от типового решения, которое обычно использовали при строительстве Суворовских училищ. Уверены, это добавит уюта в жизнь кадетов. Сейчас хочется обновить и предлагаем новую цветовую гамму, новое решение по отделочным материалам. С крыши учебного корпуса вся стройка как на ладони. Здесь будет плац. Это медицинский пункт со стационаром. Если кто-то из воспитанников заболеет, лечить его будут здесь же. Это спальный корпус. А тут спортивный комплекс с бассейном и ледовым катком. На днях в Тулу должны доставить холодильное оборудование. 25 метровый? Да, 25 метров в длину, 4 дорожки. Ледовый каток. Приступают трубки уже сегодня закладывать. Металлоконструкции используют надежные и быстровозводимые. Например, на строительство спорткомплекса от фундамента до крыши рабочие потратили 3 недели. В ближайшие 14 дней планируют закончить возведение всех зданий и приступить к отделке. Сроки сжатые. На Восточный обвоз специалисты оборонстроя и Главного управления обустройства войск зашли 10 апреля. Площадку выбирали из 15 вариантов. Участок в 17 гектаров подкупил близостью к коммуникациям, умеренной удаленности о спальных районах и транспортной доступностью. Чтобы обезопасить объект от грунтовых вод, специалисты укрепляют площадку так называемыми инженерными матрасами для склонов и береговых линий. Их основа – металлическая сетка, которой не страшна ржавчина и коррозия. Со временем конструкция заполнится землей. Прорастет корнями деревьев. Такая технология используется для укрепления береговой линии в Японии. Сложности были в самом начале строительства. 10 апреля, когда зашли на площадку, столкнулись с проблемой большого количества воды, грунтовых вод. Техника заходила с трудом, техника вязла. Заехать было практически невозможно. Справились. Сейчас уже гораздо проще. Город в городе. До сентября здесь достроят учебно-административное здание, два четырехэтажных спальных, корпуса, столовую, медпункт. Спустя два месяца после закладки камня. Готовность объектов – 50%. Темпы заданы оптимальные. Обратите внимание, что только 6 мая был заложен камень. Прошло ровно два месяца. Вы увидите, что за вами стоит огромный комплекс зданий. По нашему мнению, все сроки будут выдержаны, технологии выдерживаются, все прошла экспертизу, современные материалы. Так что 1100 человек работает на площадке, почти 100 единиц техники. Строители работают в три смены. Темпы заданы. Уверены, что все будет построено в срок. Мы горды, что Турцкое философское училище возрождается в Турцкой области. Мы будем теперь не только кузнецей нашего оружия, но кузнецей кадров высшего офицерского состава, будущего высшего офицерского состава для нашей армии. Что касается поддержки нашей области, то, естественно, мы заинтересованы, мы будем оказывать всестороннюю поддержку и будем в тесном взаимодействии с Министерством обороны заканчивать этот проект и вести его дальше. В Тульском Суворовском военном училище будут воспитывать офицеров 21 века. 240 человек сядут за парт уже 1 сентября. Кто станет счастливчиком, вступительное испытание стартует 7 июля в одной из тульских гимназий. До них допустили 389 ребят. Екатерина Старцева, Руслан Кравченко, Первый Тульский.